Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию после матча 5-го тура ТОСНА ФАКЕЛ и вашему вниманию пресс-конференция Павла Пантелеевича Гусева, главный тренер футбольного клуба ФАКЕЛ. Павел Пантелеевич, ваше мнение о матче, как сложилась игра по тайму? Ну, игра сложилась очень зрелищно для болельщиков, я считаю, хороший футбол был в исполнении двух команд. Хочу поздравить команду ТОСНА с победой, с победой, скажем так, что превзошли они нас в огромном желании победить, в огромном желании. И те ошибки, которые привели к взятию наших ворот, были созданы нашими игроками, не более того. Потом, когда пошла игра уже во втором, особенно, 2-1 счет стал, когда стали рисковать и на встречных курсах. И в ТОСНА были моменты, и у нас были моменты. Но ТОСНА реализовала их, не реализовала, с чем я их и поздравляю. Как изменилась игра ТОСНА? Готовились вы к этому матчу, встречались команды, которые вверху турнира на таблице? По сравнению с прошлым сезоном, в прошлом году дважды играли с ТОСНА? Ну, если только улучшилась, то есть изменилась игра, то только в лучшую сторону. В лучшую сторону. Хорошая команда, укомплектована очень квалифицированными игроками. Игру, которую мы предполагали, мы предполагали, что игра будет вестись за счет длинных передач, на двух выдвинутых, мощных нападающих, на Заболотного и на Кукина, и с хорошим подбором, и стандарты. Собственно, все так и произошло. Мы пропустили два мяча со стандартных положений, и второй мяч уму непостижимо, как расположились наши два центральных защитника, когда со своей половины одним пасом отрезается сразу два защитника, и выход один в один. Все это наши ошибки, только наши ошибки привели к этому. А так, добротно, хорошая команда. Коллеги, ваши вопросы, просьба задавать микрофон, представляться, и ваш вопрос. Поднимайте руку, и вам передадут микрофон. Спасибо. Здесь... В первую. В первую. Великолепный город, потрясающий стадион, публика, футбольная атмосфера, все на высшем уровне. Искажите, пожалуйста, какая стоит на сезон задача перед партнером? Задача одна. В каждом матче стремиться к положительному результату и занять место не ниже, которое заняла команда в прошлом году, не ниже шестого. А задача выхода? Задача не ниже шестого. А место может быть любое, с первого по шестого. И как вы считаете, назначение пенальти ворота Сахера был справедливым решением арбитера? Ну, раз арбитер назначил пенальти и били этот пенальти, значит, наверное, обосновано. Там есть инспектор, который будет смотреть, наверное, и оценивать действия судейской бригады. Давайте другим коллегам тоже дадим слово. Пожалуйста, кто еще? Вот, пожалуйста. Арсений Сисоев, «Радио 53». В недавнем интервью на сайте, которое опубликовано, вы говорили, что, в принципе, довольно укомплектована ваша защитная линия. То есть, по-моему, у вас еще ранее попадало четыре раза в сборную туру за четыре тура, которые прошли. Как оцениваете действия защиты в этом матче? Потому что все-таки три мяча пропустили. Пропустили очень много. Мы в четырех играх два мяча пропустили. Два мяча всего пропустили. И один из них с пенальти. Сегодня линия обороны сыграла крайне неудачно. Как я сказал, как при стандартных положениях, мы два мяча со стандарта получили. И тактических ошибок было много. Будем разбираться. Спасибо. Ничего, вопросы будут? Спасибо, коллеги. Спасибо. Всех с победой. Спасибо. Удачи. Спасибо. Коллеги, продолжаем. После матча пресс-конференцию завершился матч от Остана Факела 3-1 с победой. Поздравляем мы главного тренера Дмитрия Владимировича Парфёна, нашей команды, всю команду, в целом игроков. Ваше мнение о гре, Дмитрий Владимирович, как в таких погодных условиях, ну и по рисунку игры. Расскажите свое мнение. Ну, во-первых, добрый вечер. Да, наверное, по традиции я поблагодарю, наверное, болельщиков, потому что поддержка, как всегда, она с нами и помогает ребятам. Опять, это не банальные слова, это искренние слова. И опять, благодаря его во многом, именно им ребята еще раз показывают максимум. Сегодня многое получалось, да, были ошибки, но, еще раз повторюсь, раскрепостились, забили хорошие голы, были хорошие эпизоды, где можно было еще забить. Но, еще раз повторюсь, игрались хорошие, сыграющие, одной из играющих команд в чемпионате. И, повторюсь, сложный матч, это кажется, что если кому-то, что по счету он был простой, он был очень непростой до последней минуты. Здесь, наверное, заслуга ребят, им спасибо, выполнили практически все, что я просил, и отсюда, наверное, и результат такой. Коллеги, давайте приступим к вопросам, тоже так на микрофон, у кого есть вопросы, поднимайте руку и, соответственно, задавайте вопросы. Пожалуйста, Владимир Владимирович, пожалуйста, Владимир Владимирович, пожалуйста, Владимир Владимирович, пожалуйста, у кого есть вопросы? По кому? По сути, он трампы получил, до недели. Ну, завтра будет обследование, узнаем, что. Если говорить о готовности команды, можно сказать, что вы уже вкатились в СИЗО, что, собственно, уже время, которое после сборов, оно уже прошло, и команда уже находится в нужном игроке. Ну, во-первых, у нас за практически 8 дней 3 непростых матча было, они такие больше эмоциональные, даже плюс, конечно, там усталость, напряжение, я имею в виду Мордовия, Кубань, Факел, я считаю, лидеры. И, несмотря на то место, где находятся и Кубань, и Мордовия, я считаю, что это все равно претенденты за медали, за выход. Вот, и отсюда я говорю, что говорить, что вкатились, ну, такое впечатление, что уже идет давно чемпионат, поэтому мы в чемпионате, мы в игре. Еще, пожалуйста, вопросы. Будут, коллеги, вопросы? Спасибо. Спасибо. Владимир Шишин, с победой. Спасибо. Владимир Шишин, с победой. Продолжение следует...